Муслим ТВ. Час мы в эфире. Начинается с января, но не сразу. Мы включим в стримы помимо беседы по суре Аль-Аймран, также и другие темы. Мы наметили, что нужно отвечать нашим братьям и небратьям из других ютуб-каналов и других ресурсов, которые критикуют или обвиняют или такфирят. Я сейчас не готов просто, я отдыхал в эти дни, но мало-помалу мы будем отвечать. Первый у нас, кто был, я там называл Ренат. Первый у нас будет Ренат. Мы в следующих стримах ответим Ренату. Он там говорил про нас какие-то вещи, но братья скинули. Я не все сейчас помню. Он что-то очень несусветное говорит. Говорит что-то из Курана и говорит, пророк говорит, как вы относитесь к критике. Вообще безразлично. Критикуют, не критикуют, такфирят, не такфирят. Я вообще холодно отношусь. Я могу тут вывести и критику, и даже если будут оскорбления, я могу вывести и посмиряться над авторами вот этих оскорблений. Мне нравится, когда они... Вот мы читали, когда то, что внутри проявляется, выходит наружу. Вот это мне нравится. Нравится, когда люди... Люди хотят произвести впечатление, что они какие-то набожные, что они какие-то правильные. Но как только Аллах создает некую ситуацию, проявляется то, что у них внутри, и оказывается, что они вовсе и не набожные, и вовсе не такие правильные. Вот это проявление истины, вот это и мне нравится. Вот люди выходят, говорят, мы следуем сумне, только посланнику, салаллаху алейхи вассалам. А смотришь, просто плакать хочется. Настолько люди любят посланника, да? Просто завидуешь, что мы же не настолько вот каждый раз плакать не получается же. А вот как только Аллах создает некую ситуацию, по которой есть у них, у самих конкретные примеры, как поступал пророк в хадисах. Мы не гарантируем, что именно вот так он и поступал. Но они верят, что по хадису пророк поступал так-то. По отношению к этим он говорил так-то. По отношению к своим он поступал так-то и так-то, да? И логически ожидаемо, что раз они приверженцы, сумны пути пророка, что они сегодня будут это проявлять на своем примере, чтобы со стороны человек смотрел на них и видел. Ага, значит, пророк Мухаммад был вот таких вот нравов, вот такого вот характера, и вот так вот поступал. Они же вот следуют чему-то. А с чему следует сумне пророка? Ага, значит, люди должны смотреть на них и видеть сумну пророка. Но вот когда смотришь на их поведение, видишь и думаешь, это не сумна пророка, это какой-то Шарли Эбдо. Это наоборот карикатуризованный вид сумны. Никакого благородства, никакого интеллекта, никаких каких-либо этических, моральных каких-либо вообще принципов и так далее, и так далее. Ситуация вообще плачевная. Несколько примеров мы видели у Костекского. Он начал обвинять. Потом я сказал, если ты салафит, будь салафитом до конца. Если ты следуешь сунне, будь суннитом до конца. Следуй сунне до конца. Не надо вот так вот на полпути, дрожая коленями, отворачиваться и убегать во все, в стремглав. По сунне, по хадисам тех, кто вышел из религии, но он называет нас кафирами, вышедшими из религии муртадами, например. От муртадов надо убивать. Вот в нашем случае тебе нужно меня убивать. Если ты суннит, если ты реально ставишь честь и достоинство пророка, то ну ты же защитник сунны. Ты должен, невзирая ни на что, ни на турецкие законы, ни на европейские законы, ни на российские законы, ты должен ставить выше всех сунну. А по сунне тебе надлежит теперь убить меня. Почему? Ну потому что ты считаешь это превыше всего. Если хочешь, приезжай сам, я сам встречу тебя. Не будешь меня искать долго. Если не можешь, то передай своим братьям в Европе, чтобы меня нашли и убили. И пророк никогда не убегал и не боялся и не скрывался от истины. И тебе надо будет это объявить и за это брать на себя ответственность. Даже вот эти террористические группы, они когда совершают какие-либо зверства, да, они берут на себя ответственность. Надо это признать и дать им должное. И говорят, вот мы там сделали то-то, то-то. Почему? Ну потому что нам не понравилось их вот это, вот это. Мы это вот так вот не оставляем. По нашим принципам их нужно было убить. Вот за это можно их аплодировать. Не за убийство, а за признание. И тебе тоже надо будет признать, что по моей фетве Кемаль Юлдаш был убит. Почему? Потому что он там не уверовал в Бухари. Нужно уверовать в Бухари точно так же, как уверовать в Аллаха и его посланника. Можешь ли ты, после вот таких вот несколько моих реплик, он оставил все, исчез. Исчез. Даже не попрощавшись. Он нигде не говорит, что сериал «Кто такие хураниты» закончен. Он начал на полпути, бросил и сбежал. И вот у меня много вопросов. Где пророк начал что-то и на полпути, когда ему задали вопрос, бросил, сбежал и скрылся. И вот так вот все время молчал. Есть ли такая сунна? Если нет такой сунны, то поздравляю. Ты точно такой же, как все. Сам сунни не следуешь. Просто делаешь вид, будто ты следуешь сунни и думаешь, что это сунна, это вот эта борода и ориентация на арабских каких-то имен. Но это не сунна. Бороду носил и Абуджагль. Это никакой не героизм. Бороду носил и Карл Маркс, и Энгельс, и Ленин, и другие атеисты. Иман – это не растительность на теле. Иман в примере следования пророку – это следование ему не только перед экраном или же на ютубе, а на реальных испытаниях, в которые Аллах ставит вас в жизненных ситуациях. Вы не думаете, что вы вот так вот брошены и оставлены на произвол? Нет. Каждый день вы под испытанием. А вот вы сказали, храниты кафиры, зиндыки, мушрики. Вот все. Слово не воробей. А вот вы это сказали, и Аллах делает вот такую вот ситуацию, чтобы вы подтвердили то, что говорите, своим действием. Но своим действием подтвердить на практике у вас не получалось и не получается. Не получается. Это мы видели на примере ИГИЛа. Они хотели там халифат создать и до судного дня. Не то, что до судного дня. До конца президентского срока в Штатах это не выдержало. Трамп пришел через своих же арабов вообще и духу там не оставил. А вот в реальности то, сколько проживает ваш халифат. И то же самое с другими тархатами или сектами. А вот это проявление истины и могущества и мудрости Аллаха. Аллах показывает через Талибан. Аллах показывает через ИГИЛ. Аллах показывает через Костекского. Аллах показывает через других, 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 через того же Рената, который призывает называть Нурсултана Абишевича Назарбаева, бывшего члена Коммунистической партии Советского Союза и главного секретаря Коммунистической партии Казахской социалистической республики Советской. Амир-Уль-Му'мини, вот этого бывшего коммуниста, он призывает называть Амир-Уль-Му'мини, предводитель верующих, вот такой вот комсомольско-пионерские, артековские призывы. Аллах показывает через вот таких вот Ренатов, что оставили Хуран и выбрали других путеводителей, Аллах называет их Аулия и запрещает им следовать. Но они взяли вот таких вот Аулия, путеводителей, и Аллах проявляет через унижение их же самих. По сравнению с ними, мы если кафиры, то мы кафиры с более-менее с достоинством. Мы никаких там коммунистических лидеров не призывали называть Амир-Уль-Му'мини, алхамду лилля. Мы никакую нацию не ставили выше, чем все другие, как Костякский призывает там. Если останутся двое курайщев, то права на халифат только у них, у нас нет такого. Мы говорим, что лидерами дагестанцы должны избрать сами среди своих дагестанцев. Там узбеки среди узбеков, казахи среди казахов. Если выберут кого-то другого, ну пожалуйста, пускай сами выбирают, избирают себе. А эти говорят, нет, вы должны жить по этим арабским фетвам. У нас вот тут книжки тысячелетней давности. Вот вы должны все принять это и жить по ним. Там Ибн Хазм, кто там еще, Шафи. В общем, вы должны жить по тем книгам, которые признаны у Костякского. А если вы сами будете исследовать и увидите там нечто вообще противное для вас, она скажет, я не буду пить верблюжью мочу. И все, выбросите. И читаете, например, Хуран, и видите там, что вам дозволено халалом все чистое. У вас чистое вы приемлете, а мочу какую-то не приемлете вообще здоровый организм. Все. Нет, так не пойдет. Вы должны принять и уверовать в целебность верблюжьей мочи. Индусы там пьют коровью мочу. Чем вы отличаетесь? Да ничем. Эти все, эти все любители пить мочу. Мы, алхамдуллах, не опустились до такого уровня. Мы, наоборот, повторяем. Кто хочет, пусть уверует и идет добро пожаловать в рай. А кто хочет, пусть станет отрицать и добро пожаловать в ад. Каждый выбирает свое пристанище в будущей жизни самостоятельно, добровольно и осознанно. Вот этим мы и отличаемся. Мы никому ничего не навязываем и никого ни к чему не заставляем. Аллах создал людей со свободой воли, со свободой выбора. Сам он не посягает на эту данную им свободу и нам тоже не позволяет. Пророку, например, не позволяет заставлять людей становиться верующими. Доводи до них, открыто, ясно доведи и все. На этом твоя пророческая миссия завершается. Принимать, не принимать – это уже не в твоей компетенции. Это они сами будут выбирать и за это будут нести ответственность. Мы это прочитали, узнали, поняли и решили, что вот так вот правильно. И стараемся придерживаться этого. Но это им не нравится. Это им не нравится. Это дает им беспокойство. Это нарушает их комфорт, создает у них дискомфорт. И они предчувствуют, что если дать некую свободу выбора, то люди могут, видя, что верблюжья моча – это никакая не божественная целебная. Что там азюа хурма и крысыный яд – это тот же лохотрон. Могут оставить. Вот это им страшно. Если начнется отток, отток молодежи здравомыслящих от вот этой арабо-арабской нацистской идеологии, то Костекская останется дворником где-то там на чужбине. И то же самое другие там секты. Они это знают, они это понимают, они этого боятся. Мы вообще ничего не боимся. Я, например, не собирал вокруг себя никакой ни джамаат, никакой ни тарикат и ни секту. И у меня таких целей нет. Вот те, кто смотрит там, подписанный на мой канал, спросите, кого, кто заставлял. Все действуют самостоятельно и осознанно. Вот это самые достойные люди с самым достойным выбором. Если кто-то подписался, никто их не такфирит, и никто их не возносит. Алхамдуллах, мащаллах, иншаллах. Все делают свой выбор осознанно и по-взрослому. Тут нету никаких паств, ни пастырей, ни чабунов. Все самостоятельные, взрослые, адекватные люди. Вот таких вот людей, если будет 10, это будет сильнее, чем 10 сект над каждым, если будет сидеть 10 ренатов и 10 костекских. Так что даже будучи, по вашей терминологии, кафирами, зиндыхами и мнафихами, мы качественно выше вас. Даже если количество и настырность, и шум, гам, и драка на клавиатуре, вы намного сильнее, но по внутренней сущности вы такие же пустые, деревянные, высохшие хурма, как говорится в хуране.